Всем привет! Меня зовут Сергей Бубович и вы находитесь на канале Ментал ТВ. Хотелось бы сделать перерыв в острых разборах и перейти к рубрике, в рамках которой разбираем популярные киноленты. Недавно, проведя опрос в группе ВКонтакте, мы увидели ваше желание и потребность в разборе нескольких фильмов, в числе которых был «Молчание и гнят». И так как разбор этого фильма давно интересовал нас и непосредственно связан с темой нашего канала, сегодня и уделим ему внимание. В разборе коснемся отношений персонажей фильма, который возникает между Ганнибалом Лектором и Кларисой Старлинг и проведем анализ их мотивации и каким образом каждый из них достигает своей цели к финалу картины. И для тех, кто смотрел фильм и так и не понял, что значит «Молчание и гнят», разберем и этот вопрос. Начнем с прототипов этих персонажей. Так как в ходе адаптации сценария, съемок фильма и подготовки актеров к главным ролям, вся команда авторов фильма изучала поведение реальных серийных убийц и маньяков в истории США. Энтони Хопкинс в ходе работы над фильмом изучал досье Альберта Фиша «Каннибала и сексуального извращенца», известного прежде всего своим признанием в убийстве 498 детей. Особо стоит упомянуть письмо маньяка, которое он отправил родителям одной из жертв. В этом письме Альберт Фиш сладострастно описывает мучения детей и смакует подробности приготовления мяса из их трупов. Прототипом же для персонажа Кларисы Старлинг является образ сотрудника ФБР из отдела психологического анализа поведения, который основал в 70-х годах Джон Дуглас. Этот отдел и заложил первые зерна формирования такого понятия, как профайлинг. Тогда, в 70-х, он первым в мире начал внедрять знания психологии в практику розыска и поимку маньяков, которых было сложно вычислить, составляя психологический портрет по их действиям. После ряда успешных раскрытых дел он возглавил программу исследования личностно-преступное профилирование. Так и появился термин «и профессия профайр». Джон Дуглас является прототипом начальника Кларисы Старлинга, Джека Крофорда. Раз в основе фильма заложен элемент профилирования, то и этот разбор будет построен на методах профайлинга. Для начала давайте рассмотрим психологические особенности каждого из главных персонажей. В чем их мотивация? Что именно заставляет их действовать в контексте происходящего? На первый взгляд, каждый герой разный, его установки и цели имеют различия. Но есть то, что их объединяет, и по сути, они проходят один и тот же путь на протяжении фильма. Что это может быть? Каждый из них находится в заперти. Ганнибал Лектор физически заключен под стражу. Все, о чем он мечтает, это физическая свобода. Я лишь хочу вид из окна. Лариса Старлинг страдает от психологической травмы, причины которой показаны во флэшбеках по ходу фильма. Девушка внутренне чем-то терзается. Чем именно, мы разберем далее. Психологические портреты этих персонажей будем строить на основе дедуктивного метода. То есть переходить к частным выводам от общих. Разберем каждого из персонажей в рамках трех измерений. Если у каждого предмета есть три измерения – высота, ширина и глубина, то у человека этими измерениями являются физиология, социология и психология. С этих точек зрения и будем подходить к формированию психологического портрета. Начнем с Ганнибала Лектора. Физиология. Мужчина, предположительно, средних лет. Рост метр семьдесят четыре сантиметра, вес восемьдесят килограмм. Волосы русые, голубые глаза, кожа белая. Мезоморфное телосложение. Язык тела – открытый, властный, настойчивый, уверенный, вторгающийся в личное пространство, сдержанный. Мимика контролируемая в процессе общения, но есть вспышки экспрессивности. Внешность опрятная, аккуратная. Дефекты – полидоктилье. В романе «Молчание ягнят» лектор имеет шесть пальцев на левой руке. Социология. Класс средний. Занятие – психиатрия. Образование – доктор медицины, судебный психиатр. Домашняя жизнь. Холост. Данных насчет родственников и семьи у нас нет, исходя из фильма «Молчание ягнят». Не раскрывается принадлежность к какой-либо религиозной конфессии. Исходя из его имени, нельзя утверждать, что он является чистокровным американцем. О взаимодействии в социальных группах можно сказать, что он является антисоциальной личностью. Развлечения – хобби. Исходя из пространства его камеры и клетки, мы видим его интерес к классической музыке, живописи и прочим видам искусства. Также он поклонник итальянского вина. Я отведал его печень с тушеными бобами и чудным гианте. Психология. Половая жизнь отсутствует. Моральные правила, тактичность, уважение в процессе общения ставит себя выше и умнее остальных. Я не стану торговаться, отнимая вас и у Кэтрин драгоценное время. Ждет свой адрес уважения и понимания. Стремится устанавливать свои правила и чтобы все с этими правилами считались. Также в приоритете у него свобода действия. Просчитывает действия и развитие событий наперед. Обладает стратегическим мышлением. Умейте ждать, чтобы получить желаемое. Я долго ждал. А сколько продержитесь вы? Семпирамент холерический. Отношение к жизни, стремление к власти над человеком и контролю за его эмоциями. Интроверт. Высокий интеллект. Рассудительность. Эстетизм. И эгоцентризм. Невооруженным взглядом видно спокойствие, размеренность и хорошо развитый самоконтроль у Ганнибала. Умение справляться со стрессом позволяет ему в итоге достичь поставленных целей. На основе психологического портрета можно вывести, что Ганнибал Лектор обладает чертами психопатической личности. У таких людей проявляется высшая степень самоконтроля. Они чувствуют потребность в давлении и не дают концентрироваться на ненужных эмоциях и чувствах таких, как стыд и сексуальная привязанность. Нет, все шло правильно. Вы сделали весьма ловкую попытку войти в доверие, поведав неудобную правду о Микси. И вдруг столь неуклюжий переход к вашей анкете. Также у социопатов отсутствует совесть, что влияет на отсутствие привязанности к другим людям. Благодаря этому у Лектора успешно получается находить уязвимости человека, манипулируя ими. Как, например, он это делает с Кларисой Старлинг. В первой сцене нам сразу бросается в глаза, что Лектор предвосхищал встречу, и интуитивно мы можем провести параллель с хищником, который выжидает добычу. С самого начала Лектор стремится установить свои правила в разговоре. Требование показать удостоверение является формальным поводом сблизиться и начать коммуникацию по-своему. Можно ваше удостоверение? Конечно. В тот момент, когда Клариса демонстрирует удостоверение, Лектор собирает информацию по ее невербальным сигналам. В ее движениях он видит неуверенность и осторожность, а в лице — признаки сильного волнения. Кстати, если вам интересно узнать подробнее, как по невербальным сигналам прочесть волнение и беспокойство человека, в своем инстаграме я подготовил несколько постов на эту тему. Ссылку на него я оставлю в описании. С помощью удержания непрерывного зрительного контакта, Лектор пытается контролировать девушку. Насмешливо называя ее практиканткой, он стремится поставить себя в доминирующую позицию. Прислал ко мне ученицу? Я стажер. Используя эти приемы, он пытается захватить власть над личностью, получив над ней ментальный контроль. Он относится к ней иронично, снисходительно, специально с высока. Камера оператора подсказывает нам это, показывая лицо Лектора над сидящей Кларисой. Лектор задает девушке вопрос интимного характера, причем заранее зная ответ, чтобы задать откровенный характер беседы. Что вам сказал Микс? Я чую твое влагалище. Ему не хочется, чтобы Клариса вела допрос. Общение интимного плана предусмотрено в его социологическом измерении, ведь его профессия – психиатр. Именно поэтому он выстраивает общение не по принципу «полицейский преступник», а с позиции доверительного разговора между мужчиной и женщиной. Лектор проявляет галантность, показывая, что она его не интересует как физический сексуальный объект. Пласьон для тела Эвиан. И иногда духи Лэр Дютан. Но не сегодня. И все это является первым шагом для их сближения. Клариса уже играет по его правилам, попадая под влияние, когда уводит объект разговора себя на личность лектора, а не сразу переходит к сути беседы. Это ваши рисунки, доктор? А. И это является успешной тактикой для достижения целей при общении с лектором. Однако он чувствует эту манипуляцию и отказывается так просто выполнять требования Кларисы. Возможно, вас заинтересует вид нашей анкеты. Нет, нет. Все шло правильно. Вы сделали весьма ловкую попытку пойти в доверие. Вместо этого он проверяет ее интеллект, осуществляет психологическое давление на ее комплексы по поводу провинциальности и запугивает истории про свой каннибализм. Все это происходит за тем, чтобы исключить шаблоны общения с ним, как с обычным преступником, и подчеркнуть собственную уникальность. Клариса испытывает сильный стресс и дискомфорт из-за действий и криков заключенных. На фоне этого лектор выбирает удачный момент для воздействия на нее и делает второй шаг для сближения. Он просит ее вернуться. И Клариса, вместо того, чтобы убежать, подбегает к лектору, тем самым ведясь на его внушение. Он, крича, поддерживает тот высокий эмоциональный фон, который образовался внутри нее, и это является уязвимостью для ее подсознания. Он не дает ей положительный ответ на ее просьбы, однако соглашается помогать ей в ее самостоятельном расследовании. Разберитесь в себе, Клариса Старлет. Найдите мою пациентку Мисс Коста. К-О-С-Т-А. В данной ситуации он выступает в роли отца, когда видит, что с ней плохо обращается, зовет к себе и выражает поддержку. Все это на фоне возникших эмоций еще больше формирует их ментальную близость. Вон отсюда! Рассмотрим психологический портрет Кларисы Старлет. Физиология. Женщина примерно 20-25 лет. Рост 1,61 м, вес 45-50 кг. Цвет волос шатенка, глаза голубые, кожа белая. Телосложение астеническое. Преобладает худоба. Внешность приятная и опрятная. Дефекты отсутствуют. Социология. Класс средний. Практикант отдела ФБР. Отличница. Образование. Проходит практику в отделе поведения при ФБР. Домашняя жизнь. Одинока. Потеряла отца в детстве. Неясна принадлежность к какой-либо религиозной конфессии. Американка. Групповое положение. Активно взаимодействует в социуме. Однако заметно, что держится в коллективе обособленно. Политические симпатии неизвестны. Развлечения хобби. Бег все свое свободное время тратит на подготовку к деятельности. Психология. Половая жизнь отсутствует. Не стремится сближаться с мужчинами. Моральные правила придерживаются делового тона в общении. Ее приоритет – работа ФБР. Личные цели устремления, реализация в профессии. Темперамент – холерический. Отношение к жизни активное. Комплексы. Имеет психологическую травму, вызванную смертью отца и истории на ферме у своего дяди, о которой она рассказывает лектору. Интроверт. Быстрая обучаемость, работоспособность, высокий интеллект, оригинальное мышление, интуиция. Из этих наблюдений можно сделать вывод, что агент Старлинг полностью сфокусирована на своей деятельности. И ее не интересует ни создание семьи, ни собственная личная жизнь. Эта зацикленность на работе вызвана психологической травмой детства и отсутствием отца-наставника, в котором Клариса имеет сильную потребность. Парадоксально, что она находит такого наставника именно в Ганнибале-лекторе, а не в своем начальнике, Жеке Крофорде, который также проявляет к ней теплые чувства. Когда я напомнил шерифу о конфиденциальности, вас это задело? На самом деле я хотел спровадить его. Поймите, мистер Крофорд, полицейские учатся у вас. Правда? Я учту. Давайте разберем, как это проявляется на примере следующих сцен в фильме. Можно заметить, что уровень ее комфорта повышен при второй встрече. У нее не видно беспокойства и волнения. Она села в удобной для себя позе, близкой к стеклу камеры. Также обратим внимание, в какой обстановке происходит коммуникация. Свет в камере погашен, что создает сближайшую атмосферу, в которой легче поговорить по душам. Забота лектора проявляется сразу, когда он дает ей полотенце. Снова лектора начинает задавать вопросы интимного плана. Вам не кажется, что Крофорд вожделяет вас? Старлинг сразу их пресекает, ставя лектора в один ряд с Миксом, заключенным извращенцем из предыдущей сцены, зная, что ему неприятно сравнение с кем-либо. И такое... Скорее мог бы сказать Микс, а не вы. Это защитный прием, чтобы перевести разговор в русло дела, так как она помнит, что ее предупреждали не входить с лектором в доверительный контакт и не рассказывать ему о своей жизни. И не делитесь с ним ничем личным. Не дайте Ганнибалу проникнуть в ваш мозг. Еще одно своеобразное проявление заботы со стороны лектора к Ларисе является в доведении до самоубийства заключенного Микса, который оскорбительно к ней отнесся в предыдущей сцене. Парадоксально, но это подсознательно подкрепляет доверие Старлинг к лектору. И такое... Скорее мог бы сказать Микс, а не вы. Уже не скажет. Давайте перейдем к рассмотрению следующей сцены, так как помимо достижения своей цели, воздействие лектора на Старлинг преследует не только стратегическую цель освободиться физически, но и реализовать одну из базовых личностных потребностей – потребность любить и заботиться о ком-то. Несмотря на свою социопатию и очевидные признаки мизантропа, он продолжает выстраивать доверительное общение и создает близкую связь с Кларисой. Именно вне лектор видит того человека, которому хочется проявлять заботу. Клариса, в свою очередь, будучи также закрытой личностью, неохотно идущей на сближение с людьми, чувствует не только наставничество с его стороны, но и отеческую заботу. И таким образом подсознательно не хочет разрывать эту связь. Интерес лектора не сексуальный. Он неоднократно давал это понять, несмотря на то, что он задавал откровенные вопросы подобного характера. Эти вопросы выступали не как возбуждение низменных чувств, как в случае с извращенцем Миксом, а как средство психиатрического лечения. Именно в этом своеобразном лечении и проявляется та самая забота. Когда лектора переводят в другую клетку, то Клариса приносит ему его рисунки, делая это не только для того, чтобы их сделка по получению информации про Баффла Билла осуществилась, но и вторым планом проявляя ответную заботу и внимательность со своей стороны. Чувствуется, что девушка уже прониклась лектором. Ганнибал в открытую ревнует к Джеку Кроуфорду, начальнику отдела ФБР, в котором работает Клариса. Или это Джек Кроуфорд подослал вас в последней попытке уцепиться за дело? Ему хочется, чтобы она воспринимала только его как наставника. Люди скажут, что у нас роман. Так как он видит, что она открывается ему, хочет стимулировать собственное мышление. В финальной сцене разговора лектора и Старлинг нам становится понятно, что Ганнибал прочитал ее потребность в освобождении от психологической травмы. И он настаивает продолжить их коммуникацию именно с точки зрения психиатрического лечения. Он видит, что Старлинг закрепощена чем-то и наводящими вопросами выводит ее на откровенное признание, которое проявляется в истории с ягнятами. Что же стало с вашим ягненком? Его убили. Но вы все еще просыпаетесь, вскакивая по ночам? Да. Если Кэтрин выживет, вы перестанете вскакивать по ночам от жуткого крика ягнят. Не знаю. Из этой истории нам становится понятно, что Старлинг испытывает сильное чувство вины из-за того, что не смогла воспрепятствовать гибели своего отца. Она проецирует это чувство вины на блеющих ягнят, которые не хотят спастись от неминуемой смерти. В этой истории проявляется психологическая травма Старлинга, невозможность и бессилие перед злом в этом мире. Лектор прочитывает это и поэтому считает, что Старлинг излечится, как только поймает Баффала Билла. Прямо он это не говорит, а только просит известить его, когда ее ягнята замолчат. Бабрая Клариса, сообщите мне, когда эти ягнята замолчат. Таким образом, молчание ягнят будет итогом ее лечения и свидетельством ментального освобождения. Из этого всего можно сделать вывод и подтвердить наблюдение, что это искреннее желание лектора помочь и проявить свои чувства поддержки к Старлингу. Соответственно, цель освободиться не самая главная мотивация. Это проявляется в момент передачи документов, когда он соприкасается с ней пальцем. И закончив этот психотерапевтический сеанс, он наконец предпринимает попытку выйти из клетки и завершить свою основную цель. К финалу картины оба персонажа освобождаются. Ганнибал – лектор из тюрьмы физической клетки, а Клариса – Старлинг из ментального заточения, вызванного своей психологической травмой. Оба они достигли своих изначальных целей. И именно из-за того, что оба действовали сообща, прониклись друг к другу и реализовали потребность во взаимопонимании, агент Старлинг спокойно за свою жизнь, так как индуитивно чувствует, что лектор не будет преследовать ее. А он же и забирает себе новую жертву. Ну, если задуматься, то у каждого из нас есть свои психологические барьеры, и нам всегда важно найти способы выхода из этих ситуаций. Этим разбором мы хотим запустить ваш мыслительный процесс. Поэтому наблюдайте за людьми и не оставайтесь в руках. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok